Всем большой привет! Меня зовут Вика и сегодня мы поговорим о том, как помочь дереву авокадо перезимовать зимушку-зиму на подоконнике. На самом деле, если у вас дерево совсем маленькое и оно только развивается, то, конечно же, ему нужно больше света. Я, кстати, думала над этим вопросом. Я даже хотела для своих растений поставить этот искусственный свет. Я немножко сейчас читаю про него больше. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет, кто-то говорит ультрафиолетовый, кто-то говорит просто теплый желтый свет обычный. В общем, для меня это все непонятно. И пока что и света, и это герлянда на моем подоконнике. Закончим список. Но по уходу. Естественно, что зима, световой день стал немножко короче. Соответственно, из этого рост уменьшился и количество дней на полив стало больше. Ну, все спрашивают, как поливать. Смотрите по своей земле. Я всегда смотрю по состоянию земли, так как у меня сейчас закрытая система горшка. И всегда, когда я поливаю, я думаю, земля дошла до горшка, хотя бы до половины корней. Или не дошла. Не дошла. Или она вообще уже там внизу и вода там уже стоит. То есть это очень сложно понять, потому что система, вот в закрытой системе, если вы не смотрели видео, обязательно посмотрите. Довольно сложно мне понять, есть вода вот тут внизу горшка или нет. А если есть, то на каком уровне? Может, она уже намного больше, потому что в этой закрытой системе был поплавок. Но он не работает у меня, поэтому никто не знает, как там оно. Но я смотрю по состоянию листочков. Вот. Вот этот листочек. Их тут гораздо больше. Вот у окончания, точнее у начала дерева, вот такой вот желтый листочек. Если вы не смотрели листья, ой, если вы не смотрели видео про желтые листья, обязательно тоже посмотрите. Но у меня вот такие желтые листья вот в самом низу говорят про то, что им уже не нужно дереву. У него сверху огромная массистая крона. Я вам еще сниму. И у меня недавно еще начал расти еще одна веточка. И она у меня же развивается в одну сторону больше, в другую меньше. Я хочу поставить другой стороной. И я постоянно обрезала и обсекала, отсекала вверх в одну сторону. Но в этот раз решила оставить. Посмотрим, что будет. Вот. Потому что не хочу, чтобы оно обломалось. Про зимний уходит про температуру. Оно стоит около батареи. И, соответственно, его нужно часто обрызгивать, чтобы оно не пересыхало и листья не сохли. Света мало, конечно. Но, опять-таки, думаю, поставить ему какое-то дополнительное освещение. Но пока что в этом нету надобности. Но хорошие листья зеленые. Отличные. Поэтому ничего делать такого не нужно. Смотрите по своему дереву. По поводу обрезки и удобрения зимой. Могу сказать, что если вы видите, что ваше дерево нуждается в обрезке, обрежьте его. Ему поможет это давать боковые веточки. Не тяните с обрезкой никогда. Если вы видите, что это нужно, дерево обязательно это сделайте. Я так делаю с мандаринами. И они развиваются. Потому что хоть и световой день короткий, им не хватает. Но они берут все. И развиваются хоть медленно, но какое-то развитие будет. Удобрения. Я думаю, что не нужно. Особенно если вы видите, что вашему дереву не хватает света, то лучше не удобрять. Лучше не заливать. Если вы уже залили и видите, что есть такая проблема, то сделайте ему карантинный период. Не поливайте какое-то время. Потому что если опять-таки система открытая, то есть вы видите, как вода просачивается сквозь горшок, то вы можете наблюдать по мере засыхания. Если система вот такая, как у меня, закрытая, вы не видите, есть там вода, нет воды, дошла она до конца горшка, не дошла она до конца горшка, то опрыскивайте листья просто дополнительно. Поливать я еще ставлю вот такую вот систему, как полив под корень, в случае, если вода не доходит до дна, а у меня она, скорее всего, не доходит, потому что я не знаю, как, я до сих пор не могу уже, говорю, смириться с тем, насколько я правильно понимаю. У меня два авокадо, второе стоит в темном уголку квартиры, и оно очень медленно развивается, но земля в нем сохнет, и там, естественно, я просто поливаю, хочу его куда-то переместить. Вот и все основные моменты по уходу за авокадо зимой. Я надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Вика, до встречи в следующих видео.